Любой человек может научиться петь? Любой, абсолютно. У каждого человека есть все техники вокальные, все, абсолютно. Причем они говорят, что это очень крутые люди, но они вот не поют. Ну, такого не может быть. Наняла специально обученного человека, заплатила ему деньги, он все сделал. Это, кстати, очень правильно. Ну, а сейчас мы узнаем, есть ли работа в Испании у тех, кто занимается вокалом. Пойдемте, познакомлю вас с Ольгой. Ольга Юрченко, 37 лет, мама троих сыновей и владелица школы вокала в Валенсии «Арт-музыка». Сегодня в школе более 100 учеников, которые не только обучаются пению и участвуют в живых концертах, но и могут получить профессию педагога. Также есть уроки дубляжа и озвучки на трех языках, детская журналистика и собственный продакшн. В этом году двое учеников отобраны на проект «Воскидз». Это аналог нашего проекта «Голос дети». Привет, Ольга. Привет, проходи. Хочу, чтобы ты сегодня поделилась своей историей, да, своей историей успеха здесь в Испании. Но сначала расскажи, с каким опытом ты сюда переехала. Я много лет работала в шоу-бизнесе в России. Я пела в группе «Любовные истории», имею образование музыкальное. И когда-то, когда еще была маленькой девочкой, я снималась и пела в «Утренней звезде». Может быть, ты тоже знаешь и слышала. Все дети выросли на этой программе. Поэтому у меня опыт огромный. И я решила, что буду им делиться в Испании. Буду делиться своим опытом и с испаноязычной аудиторией, и с нашими. После того, как ты переехала в Испанию, ты сразу здесь занялась своей профессией? Либо попыталась поработать в других местах? Нет, я практически сразу начала работать педагогом по вокалу. Но сразу это было в театрах, которые здесь находились у других людей. Потом я перешла на онлайн-обучение. Два года, пока было ковидное время, я работала онлайн. Но сейчас я уже открыла свою школу. Давай немножко вернемся, потому что многих интересуют именно эти первые шаги. Ты говоришь, что ты работала здесь в местных театрах. Но как ты здесь о себе заявила? Как ты нашла работу в этих театрах? Я просто составила сообщение о том, кто я такая. На испанском? Нет, я отправляла в русскоязычный театр, кто мог бы понять и узнать меня. И отправляла, и приходила на собеседование. Практически вся работа, которая была, меня сразу брали. Ну а насколько много было работы? То есть ты могла работать, обеспечивать себя? Или это такие были какие-то очень мелкие, разовые предложения? Да, это были разовые предложения, работы было немного. Я сама набирала себе детей в группы, писала программы для этого, уроки. И потом я поняла, что я просто могу это делать сама. Но от самой первой твоей эмоции, когда ты сюда переехала, когда ты стала работать в театрах, вот это ожидание и реальность, да? Ты ожидала, что здесь много работы в этой сфере? Или все-таки твои ожидания не оправдались? Ну, я вообще такой человек, я не привыкла что-то от кого-то или от чего-то ожидать. Поэтому я более-менее всегда приглядываюсь, присматриваюсь так, все ли везде хорошо. Но приблизительно я понимала, что в сфере мигрантов, те, кто сюда уже переехали, здесь не может быть много этой работы. Вот, поэтому, в принципе, мои ожидания оправдались. А сколько длился вот этот период, когда ты присматривалась и работала в разных местах? Ну, это недолго, около полугода. Это очень даже недолго. Быстро присмотрелась. Быстро присмотрелась. Быстро схватываешь. Быстро сделала выводы и поняла, что я могу сделать еще более интереснее. Сейчас мы находимся в твоей студии, прекрасной студии. Расскажи, как ты ее открыла? Я уже говорила, что я работала два года онлайн. У меня было из 11 стран ученики, из 11 стран мира. И когда я увидела, что большинство учеников у меня стало из Валенсии, я решила, что настал тот час, когда нужно открываться. А пение онлайн, то есть, получается, когда был ковид, все сидели дома, ты целыми днями пела в ноутбук? Да. Да, было так. А сколько стоили твои занятия онлайн? 25 евро. 25 евро стоило один урок. Ко мне записывались. То есть, моя работа, тогда же нельзя было вообще никуда выходить никому. И мы остались без заработка, и получается, только моя работа. С соседями, не было с соседями проблем, что ты все время поешь. Все сидят дома, карантин, а ты на все лады там. Да, у нас прекрасные соседи, как оказалось. И они ни разу не пожаловались, хотя у меня были набеги к ним домой, чтобы тортик им предложить за то, что они слушают меня каждый день. Но они большие молодцы, поэтому все было хорошо. Слава Богу, все отлично. После онлайна появился оффлайн? Да, я сразу думала, может быть, дома сделать какую-то студию, оборудовать, чтобы ко мне приходили домой ученики, потому что у нас как раз тогда была квартира на стадии ремонта. Но потом я решила, что я бы не хотела в личное пространство много людей запускать. И я поставила такую задачу своему супругу, что говорю, давай делать, давай что-то придумывать и давай открываться. И он, спасибо ему огромное, он меня поддержал в этом, быстро сделал с другом, с друзьями. Но это помещение вы быстро нашли? Ну, мы присматривались, месяца два ходили к разным помещениям. Я хотела, чтобы это помещение было недалеко от моего дома. Сколько здесь аренда? Аренда около 500 евро. И сколько квадратов? 100 квадратов. А здесь есть какая-то специальная шумоизоляция? Да, мы делали всю шумоизоляцию специальную, для того, чтобы не мешать никому. У нас здесь адвокатская контора рядом. Там серьезные дела решают. Жилый дом, да. Чтобы никому не мешать, мы делали шумоизоляцию. Любой человек может научиться петь? Любой, абсолютно. У всех есть слух? Да, у всех есть слух, у всех есть голос. Не могут петь только люди, у которых есть какие-то хирургические нарушения, там, с языком, пол языка, не знаю, отсутствие. Человек не может, он не мой, он не может петь. Ну и вот сколько нужно человеку занятий, чтобы научиться петь, как-то так, чтобы это все стало на какой-то такой уровень, чтобы это было приятно слушать, сколько нужно занятий? Все зависит от запроса. Если, например, человек хочет научиться петь, вообще вникнуть, как это петь, я хочу петь любой репертуар, тогда от трех месяцев точно нужно заниматься. Иногда ко мне приходят ученики, которые говорят, я хочу спеть только вот эту песню, сделай мне ее, пожалуйста. Мы за четыре урока эту песню делаем. Но я на своих уроках даю такие упражнения и такие рычаги, которые позволяют человеку уже совсем по-другому смотреть на свой голос. Он уже понимает, как он звучит, где он звучит, в каком регистре. Допустим, то, как мы работаем с эмоцией, они сразу же, мои ученики, начинают понимать, ага, так, я могу делать белтинг, вот эту технику через технику, например, зова. Когда я кого-то зову, эй, иди сюда! То есть вот, у меня уже идет совсем другой звук. Или эй, иди сюда! Это совсем другой. Эй! То есть разные звуки, он уже по-разному их извлекает, а значит, он понимает, что это он может использовать в песне. Я, как правило, даю упражнения на очень, ну, на точки, скажем так. Мы прорабатываем эти точки вокальные, и у каждого человека есть все техники. Вокальные все. Абсолютно. Ну, ты же здесь еще и педагогов растишь. Да, я еще ращу педагогов, и с удовольствием это делаю. Благодаря тому, что я даю знания педагогам, я могу их к себе брать потом. Я к себе их беру, и они у меня работают с радостью, и я прям наслаждаюсь. А как вот здесь, в Испании, например, когда ты вот, к тебе приходят заниматься, и ты видишь, ну вот все, талант, да? Вот человек может здесь как-то себя реализовать? Насколько вообще здесь пение популярно, особенно там для иностранцев, как вот им в себе реализовать этот талант? Однозначно. Ну, чтобы приходить не только вот у тебя там заниматься и попеть для души, но вот дать этому таланту двигаться дальше. Да, у меня учится девочка, которую приглашали на Idol Kids проект. Здесь как голос дети. Вот тоже сейчас у меня обучается девочка, которую мы планируем туда. То есть если я вижу потенциал, я сразу предлагаю. И я сразу предлагаю перечень действий. То есть я говорю, что нам нужно вести правильно соцсети, нам нужно себя правильно позиционировать, нам нужно записывать вас на студии, нам нужна регулярность там съемки клипов, нескольких, например. Я предлагаю на 2-3 песни в разных диапазонах для того, что... Потому что я сама проходила все эти конкурсы, и я знаю, как это все работает, я знаю, что заходит, я знаю, что нужно вокальным продюсерам, продюсерам на телевидении. И когда ко мне приходят дети или взрослые, которые хотят дальнейшее иметь рост, я им просто это объясняю. То есть я показываю алгоритм работы. То есть ты предлагаешь полное продюсирование, ну да, по сути, да. Чтобы стать звездой, да? Да, по сути, да. То есть благодаря опыту, который я получила в шоу-бизнесе, благодаря тому, что я сама начала с нуля, скажем так, работу здесь, и благодаря тому, как уже сейчас развивается, я вижу, какие успехи имеют мои ученики, я соединила это все в одну формулу, то есть, ну, что педагог, он не должен быть только педагогом. Он должен быть заинтересован в каждом ученике. И своих педагогов я этому обучаю. То есть если нет интереса, и даже когда они снимают свои уроки и присылают мне, я им говорю, что здесь ты не заинтересована была, что случилось, глаз не горит, почему так произошло, почему, о чем думала, да. То есть, ну, вот такие вот моменты, потому что ведь сегодня мы живем в таком мире, когда тем вообще все равно. Ну, на все, на всех как-то какая-то такая позиция. А вот для родителей, например, у которых вот оказались дети талантливые, насколько это вообще затратно, чтобы довести своего ребенка до участия проекта в «Голос» на спании? Это затратно. Ну, это может сказать какие-то приблизительные цифры? Если человек заинтересован, ну, во-первых, на такие проекты, как «Голос», «Айдл Китс», «Х-фактор» нужно отслеживать тенденцию, что сейчас поют. Например, здесь, в Испании, очень популярно такое, как бы, не знаю, как это назвать, как сказала одна из моих мам, кто обучается у меня дети, такой андалузский вой. Ну, вот такой вот напев. И вот, например, в этом году, в «Голосе» это прям очень сильно прослеживалось. То есть мы пошли, например, с моей ученицей на «Айдл Китс», и я поняла, что нам, мы этот момент не учли. Да, что мы пели классные песни, мы классно звучали, но у андалузского войны у нас этого не было. Но в этом году мы взяли. Мы взяли такую песню, мы сейчас тоже начинаем работать с ней, потому что я сказала, обязательно найди, нам нужна такая песня. Вот, то есть следить за тенденциями. Это делает либо родитель, либо педагог. Ну и вот этот тотал-пакет, если ты всем занимаешься, сколько стоит? У меня просто дети подрастают, я интересуюсь, а вдруг они у меня петь умеют? Мне же надо знать. Слушай, ну, во-первых, я никому еще не предлагала такой. То есть я на энтузиазме, я тоже человек, имеющий сердце, и я когда вижу талантливых, прекрасных детей, я на энтузиазме готова их вот так вот схватить и сразу во все телевидение бежать. Ничего мне за это не надо. Но я понимаю, что... Ну, для тебя же это тоже престижно, когда эти дети побеждают. Да, естественно. Поэтому, конечно же, в дальнейшем в нашу школу можно будет попасть пройдя кастинг определенный. Я уверена, что у нас будет такое в дальнейшем. Ну и я знаю, что думаю, что я хочу разыгрывать какие-то гранты обучения именно для талантливых детей, но которые не имеют возможности платить. То есть в дальнейшем я рассматриваю такую перспективу, я буду дарить эти гранты. Сколько сегодня у тебя учеников? Сейчас уже около ста человек. Ну, то есть если за три месяца с учетом того, кто ушел, кто пришел, больше ста. Но сейчас обучаются около ста. Но ты не только сама занимаешься с ними, еще твои педагоги, правильно? Да, у меня работают два педагога, у меня работает логопед. Но сейчас вот я пока временно замещаю логопеда. С кем легче, со взрослыми или с детьми? Работать и с другими, и с теми, и с другими интересно. Я обожаю детей, потому что у них бешеная энергетика. У детей нет фильтров. Им не нужно что-то придумывать, пропускать какое-то слово, какую-то эмоцию, какой-то звук через кучу фильтров, которые есть у взрослых. Поэтому они делают так, как я им показала. Я бы советовала родителям, которые выбирают педагога для своего ребенка, идти к поющему педагогу. Есть не поющие педагоги, ты удивишься, но так. Если педагог поет в однотипной манере, она научит вашего ребенка, или он научит вашего ребенка петь так же. Поэтому нужно идти к педагогу, который может петь классно. Это же для педагога, который не поет, как он учит. Представляешь, вот так объясняю просто. Объясняю как продюсер. Продюсер объясняет, например, как что-то должна делать. Вот я столкнулась с тем, что ко мне приходят ученики, педагоги которых не пели. Ну, как интересно. И причем они говорят, что это очень крутые люди, но они вот не поют. Ну, такого не может быть. Ну, а ты вот замечала, особенно по-взрослым, что те, кто вообще пришел петь, и пройдя, допустим, месяц-два, что в принципе они психологически себя лучше чувствуют, у них лучше настроение, у них что-то улучшилось в жизни. То есть вот именно такую волну позитива ты приносишь своими занятиями? Я замечаю уже со второго урока. Во-первых, ко мне все приходят красивые, все нарядные, все такие при макияже. Но ты из дома все время нарядная. Потому что они говорят, что ты же нас снимаешь. Ну, как это? То есть это уже шаг, который делает человек. То есть он встал с кровати, и он думает, я же сегодня к Коле иду, все, мне нужно навести как-то мейк. Это уже круто, правда? То есть это уже какая-то трансформация в жизни. Дальше, когда они видят изменения в голосе, они начинают придираться к себе. Это всегда происходит. Они говорят, слушай, я, кажется, я так ужасно пою. А что ты мне не говорила? Анализ такой дает, они дают, потому что они становятся больше понимать. Понимаешь? Они начинают больше понимать и говорят, слушай, а здесь-то я не дотягиваю, а что это я так? Все, значит, тут просыпается уже другая деятельность. То есть они начинают анализировать. Это то, к чему я добиваюсь. Но я никогда не разрешаю давать себе оценку. То есть я говорю, что оценку ты оставляешь за мной. Я педагог, я могу тебя оценить. Я могу оценить твой рост. Ты не можешь давать себе оценку своему звучанию. Ты можешь давать только, типа, как я был и как я стал. Но именно вот в данный момент в уроке я не разрешаю себя оценивать, потому что может наступить уныние. А были такие ученики, которым ты как педагог не зашла? У меня была очень интересная недавняя история, когда одна из моих учениц призналась мне, что она ко мне не хотела идти. Она сказала, слушай, я вообще к тебе не хотела идти. Я говорю, а что ты пришла? Она мне говорит, ну, а к кому еще? Я говорю, слушай, у меня есть вообще пять номеров, я тебе даю педагогов по вокалу. Идешь и звонишь. Она говорит, нет, я уже с тобой буду. Я говорю, почему? Она говорит, ну, потому что ты крутая. Я говорю, почему я крутая? Ну, я говорю, я заставляла ее это проговорить, потому что, чтобы она сама поняла, какие рычаги я даю на уроке. Это не вот я как бы это. Просто я ее бесила реально. Как вы, Ольга, самоутверждаете. Да, а я говорю, ты знаешь, он говорит, просто у меня был крутой педагог в Питере, и я, говорит, когда тебя услышала, она не слышала, как я пою. Ну, просто вот все ко мне ходят в Валенте. И она говорит, на очередном там сеансе маникюра мне... Ну, как обычно, да. Ну, кто делал маникюр, девочка говорит, ну, я ей, говорит, про языки говорю, что я там языки сейчас английский потягиваю. Она мне говорит, а я к Оле на вокал хожу. Она говорит, а что вы в ней нашли в этой Оле? Вот. Но она говорит, слушайте, да я в ней ничего не нашла. Просто я вижу, как меняется мой голос, мне нравится, и я от этого кайфую. Вот. И она говорит, да. А меня, она, говорит, бесит. Вообще она не уровень, вообще не уровень, и просто меня все в ней раздражает. И как бы я к ней не пойду. Она говорит, ну, ты просто сходи и посмотри. И она на первом уроке, она пришла ко мне вот как бы типа вот так, что ну давай, ну давай мне информацию. И оказалась очень приятная девочка. Я видела, что у нее это какое-то непринятие сразу. У меня даже идет ситуация, потому что я интуитивно чувствую людей. Ну, плюс еще с салона позвонили, пересказали все, да? Ну, на втором уроке нет. На втором уроке она просто пришла вот, ну, просто она уже пришла совсем с другим восприятием. Ну, а вот в плане расходов, потому что всех всегда интересуют, какие расходы здесь в Испании, да? Если доход мы-то уже посчитали, 100 человек, 45 евро в час, там туда-сюда, кто-то два-три раза в неделю занимается, с калькулятором все просто сложить. Расходы. Аренда у тебя 500 евро. Коммуналка приблизительно сколько тебе обходится? Ну, около 100. А, ну, еще так, наверное, недорого, в принципе. Я еще за коммунитет плачу уже здесь в Испании. Да, получается, ты индивидуальный предприниматель, да? Налоги у тебя много скидают? Ну, получается, сейчас я плачу налоги по льготной системе пока первый этот период. Ну, в целом, в целом расходы на все, если вот вообще все брать, на зарплаты сотрудникам, ну, около двух с половиной тысяч будет. Ну, вот эта деятельность, она же не подлежит никакому лицензированию, ничего. Ты вроде же воздействуешь на людей. Нет, у меня есть лицензия. Конечно, да. И лицензию тоже получала. А лицензия на что? Как она звучит? У меня есть лицензия на ведение этой деятельности, на то, чтобы я преподавала, и я могу преподавать, обучать других, и педагогов. Долго ты ее получала? До центра педагогики? Нет, не долго. Как бы наняла специально обученного человека, заплатила ему деньги, он все сделал. Это, кстати, очень правильное решение. Как-то бывает. Потому что все-таки здесь надо, чтобы все специалисты занимались своим делом. Да, люди должны, они это знают, как делать, и это лучше всего. Ну и еще, у вас еще одна есть волшебная комната. Да, еще у нас есть одно направление, очень интересное. Пока мы его запускаем как пилотный проект для детей, у нас есть кабинет дубляжа и озвучки, где дети учатся озвучивать мультики или фрагменты фильмов, рекламу, ролики, где мы работаем с голосом, с интонацией, мы работаем с эмоцией. И также каждому ребенку мы по окончании обучения выдаем портфолио, где он имеет записанный ролик. Например, для подростков это прекрасная возможность начать зарабатывать. Каким образом? Он берет этот ролик, который озвучил, там рекламу, еще радиоэфир мы делаем, такой небольшой. Все это ему прекрасно монтируем, соединяем, отдаем, и он может отправлять в такие гиганты, как Netflix, свой голос. Иногда бывает, что такие голоса нужны. А у меня учатся дети, которые обучаются в британских школах, и они все прекрасно владеют английским языком. Поэтому это удивительная возможность уже начать как-то себя продвигать и зарабатывать. Ты очень крутая, я вот слушаю. Оля, спасибо. Очень, да. Так это же даже, ладно, дети, это же блогеры, которые создают различные ролики, они же тоже у тебя могут приходить, что-то записывать, озвучивать. Конечно, конечно. Поэтому я сейчас и сказала, что это пилотный проект пока для детей, хотя у меня уже есть запросы от взрослых, можно ли к вам прийти обучаться, а потом будет для взрослых. И это не будет стоить столько же, сколько стоит для детей. Нам срочно нужен брикантофилиал, срочно. Да, хорошо, хорошо. Обязательно. Чем ты зацепила меня изначально, это тем, что ты очень активно ведешь социальные сети, потому что здесь в Испании очень мало этому уделяют все внимания, но у тебя такой контент, который приятно смотреть, да, даже тем, кто, может быть, и не собирается петь никогда. Ты очень много этому уделяешь времени. Почему? Ну, потому что каким образом я познакомлю свою аудиторию со мной? То есть я могу иметь очень много знаний, я могу быть там суперпрофессионалом, но если я это не показываю, если я это не даю, эту информацию бесплатно, то как ко мне пойдут? Ну, а как же сарафанное радио местное, традиционное, всеми любимое? Ну, вот как раз первое время я и работала по сарафанному радио, но по сарафанному радио ты можешь работать до определенного потолка. А дальше, ну, потом мне нравится развиваться. Я просто это сказал, потому что все всегда говорили, сарафанного радио достаточно все, в Испании это вот просто с головой, и все. Ну, нет, есть потолок, и потом есть приезжают новые специалисты, которые будут это показывать. Они могут быть не такими крутыми, как ты, но они это будут показывать. А специалистов сейчас приехало очень много. Очень много, да, поэтому конкуренция тоже высокая, и поэтому я считаю, что первое, что нужно вести, это вести блог обязательно, то есть показывать. Я стараюсь показывать все, что я даю, и как бы я выбирала себе педагога, неважно в какой области, будь то язык, я тоже сейчас ищу, там, например, для языка, для занятий, ну, подтянуть свой испанский. Вот, то есть я бы выбирала блогера или педагога, или, там, не знаю, коуча, который много дает информации бесплатной, крутой, который меня цепляет. И, естественно, я бы ему заплатила деньги, чтобы узнать, а что же он мне даст за деньги. А вот, когда ты суперпрофессионал, и ты, как бы, не даешь эту информацию, ну, и окей, ну, кто к тебе пойдет? Ну, ты вообще открыта к сотрудничествам, к различным... Да, я открыта к сотрудничеству, у меня очень много проектов, у меня очень много идей, и есть ли молодые люди, взрослые люди, кто, может быть, тоже имеет какой-то творческий взгляд на развитие себя? Ну, кто, например, вот кого ты ищешь? Смотри, летом у меня будет очень крутой форум, мы уже сейчас общаемся с некоторыми спикерами, по... будет первой музыкальной форме в Валенсии, где будет несколько интересных треков, в том числе связанных с телевидением, с хореографией, с вокалом, естественно, с коучингом, да, то есть именно с... Это среди испанца будет или это все... Это будет среди и русскоязычной аудитории, и испаноязычной аудитории. Будут разные площадки, на которых мы будем работать, и я думаю, что это будет возможность познакомиться еще с большим количеством людей именно в творческих сферах, в телевидении, где-то, может быть, в театрах, на сцене. Поэтому я готова к сотрудничеству с психологами, с педагогами, с вокалистами, с гитаристами, с музыкантами. Те, кто хотят развиваться, те, кто видит какое-то дальнейшее свое движение в творчестве, пожалуйста, звоните, пишите. Можно тебе писать напрямую, да, ты очень контактная, да? Большое спасибо за просмотр и подписку. Ставьте большой палец вверх и оставляйте комментарии. Это поможет нам узнать, что вам нравится, и создавать еще больше полезного контента. Будем рады видеть вас снова на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok